Что делать, если вы оформили кредит и перевели денежные средства мошенникам? В первую очередь необходимо обратиться в банк, сообщить о том, что в отношении вас совершены мошеннические действия. Лично договор займа вы не подписывали, заявку на кредит не подавали, смс-коды в банк лично не направляли. Обращаемся устно на горячую линию и незамедлительно пишем обращение в банк. Вторым важным условием является обращение в полицию. Подайте заявление о том, что в отношении вас совершены мошеннические действия. Убедитесь в том, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В дальнейшем не пускаем ход дела на самотек, продолжаем действовать. Как говорится, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Пишем ходатайство следователю. Его данные вы узнаете из уведомления о возбуждении уголовного дела. Ходатайство должно содержать просьбу об установлении IP-адресов, с которых осуществлялось оформление кредита. Также необходимо запросить сведения о местонахождении IP-адресов в момент подписания договора кредитования. В последующем эти данные будут служить доказательственной базой в судебном разбирательстве. Третье условие – это обращение в банк за аннулированием договора кредитования. Пишем о том, что мы договор не заключали, и просим аннулировать договор. Естественно, банк откажет, но далее мы идем в суд. Отмечу, что ранее судебная практика складывалась в таких ситуациях не в пользу граждан. Но в конце 2022 года Верховный суд изменил такой подход. Приведу примеры. Гражданин потерял телефон, о чем оповестил банк. В дальнейшем на его имя через приложение банка был оформлен кредит. Гражданин настаивал на том, что он самостоятельно не получал данный кредит. Денежные средства, естественно, были выведены мошенником. Он обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В дальнейшем мужчина предъявил иск к банку об аннулировании данного кредитного договора. Все инстанции отказали мужчине, и только Верховный суд поставил жирную точку в данном деле. Суд встал на сторону гражданина. Он подтвердил, что его действия были добросовестными, и лично кредитный договор он не заключал. Аналогичная ситуация произошла с женщиной. Она подтвердила в приложении банка смс-кодом перевод денежных средств на счет мошенников. Женщина пыталась признать договор недействительным. В итоге дошла до Верховного суда. В своем определении Верховный суд указал о том, что смс-кода недостаточно для подтверждения кредитования. Банк обязан уведомить гражданина о существенных условиях договора кредитования. Второй важный пункт, на который указал Верховный суд. Банки являются участниками профессионального рынка. Они обязаны предпринимать все меры для обеспечения безопасности пользователей банков.